В России отмечают организаторы «Нет аналогов» данному конкурсу. Здесь, прежде чем назвать лучшую научную книгу, изучают тысячи трудов. Вот и на этот раз академики, доктора наук и профессора рассмотрели заявки более чем 4 тысяч ученых из 949 высших учебных и научно-исследовательских учреждений. В итоге экспертная комиссия определила лауреатов конкурса по четырем номинациям. О том, что российская система образования, в том числе и благодаря таким мероприятиям, развивается и укрепляется, отметили и зарубежные гости. У меня замечательные впечатления от встречи с российскими учеными и непосредственно с профессорами Международного инновационного университета. Это выдающийся вуз, так сказать, модель будущего. Мне нравится название университета. Инновационный. Это здорово. А еще для меня большая честь быть в Сочи. Здесь, как на Гавайях. Поздравил сегодня победителя и лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года и чрезвычайный полномочный посол Швейцарской конфедерации в России. Пьер Хельк отметил, что Россия и Швейцария всегда славились передовой наукой. У нас это мероприятие очень важно, потому что это показывает сотрудничество между Россией и Швейцарией в области образования и наука. Начало академического года, и поэтому мы рады быть с вами. А конкурс учит, стимулирует, чтобы они писали лучшие книги и укрепляли имидж российской системы образования и науки. Среди победителей Всероссийского конкурса ведущие специалисты в области фундаментальных и прикладных наук. Победили они в номинациях гуманитарной науки, экономика и управления, информатика и вычислительная техника. Самое ценное в этом мероприятии отметили собравшиеся, что все эти труды становятся достоянием общественности. И заслуга в этом фонда развития отечественного образования, президентом которого является Михаил Берулава. Лауреатов научного конкурса поздравили и лауреаты конкурсов песенных и танцевальных. Таким образом, МИУ, уже по сложившейся традиции, торжественно открыл новый учебный год.